Добрый день! Сегодня у нас представитель серии MS от компании Chiema Fangi, кубик 3х3. Самое удивительное, что все называют эту серию MS, сама компания Chie называет ее также, но нигде на коробке MS не написано. По крайней мере, я не нашел. Может, плохо искал. Выпускается в цветном пластике и в черном пластике. Поскольку модель скоростная, я взял, естественно, в цветном пластике, чтобы не заморачиваться с наклейками. Мац Валк. Ну, и картинки. Мы видим вот такой вот бокс, который является и упаковкой, и боксом. Ну, этот бокс, естественно, пойдет, наверное, только для хранения. То есть переносить с собой, наверное, он слишком громоздкий. Если вот это все вынуть, он будет там болтаться. Если не вынимать, то сюда крепко сидит. Носить можно. Ну, просто лишнее место будет вас в чем-то занимать. Не знаю, актуально это или нет. Я думаю, он достаточно легко открывается. Ну, не знаю. Я бы такой с собой не носил, а вот на полочке стоять, наверное, хорошо. Причем такие боксы есть и у всех его друзей. Вот теперь серия МС. Я, правда, из коробочка достал, чтобы они покучнее стояли. И все боксы, ну, своих размеров. Так что, с одной стороны, вроде хорошо, вроде постарались. А с другой, то ли недостаточно функционально, то ли слишком тяжело, то ли еще что. Посмотрим на инструкцию, сразу первым делом. И видим здесь ничего интересного. Черима фанги 3х3 куб туториал. Ничего нового. Поэтому достаем кубик, кладем обратно инструкцию и упаковочку убираем. Это претендент на звание лучшего бюджетного кубика 3х3. И давайте разберемся, так ли это. Я уже открутил больше тысячи сборок на этом кубике. Вся серия приехала ко мне уже больше двух недель назад. Сейчас так много работы, так мало времени, что я не успеваю крутить головоломки столько, сколько хотелось бы. Да, и записывать видео тоже не всегда получается. Поэтому сейчас вот был недельный перерыв. Может уже и больше. Не знаю, когда я это выложу. Но давайте к кубику. Здесь глянцевый пластик, нематовый. Здесь логотипчик ЧАИ с буковкой М. Что говорит о магнитности. Точно такой же логотипчик на всей серии. Соответственно, другого размера. Я по чуть-чуть покрутил все. Но тысячу открутил только на трешке и на двушке. Соответственно, про трешку и двушку. Видимо, будет скоро. Трешку вы уже смотрите, а двушка, наверное, через недельку будет. До конца нужно дотестировать. А четверка-пятерка с пирамидкой, наверное, будет сильно позже. Четверка-пятерка меня пока не сильно вдохновили. А пирамидка достаточно интересная. На ней я тоже буду крутить тысячу. Посмотрим. Почему вот эти немножко отложатся? Потому что уже приехал Даян Тэнг Юн 2. И мне уж очень хочется уделить ему времени. В ущерб этим товарищам. Думаю, вы меня поймете. Ну, хватит прелюдий и предисловий. Давайте сначала по вращению. Достаточно шумный. Не чрезвычайно. Но есть. Шум. Легкий магнитный кубик. Давайте разок соберем. И я скажу некоторые свои соображения. Я на нем не поставил каких-то там диких рекордов. Вполне стабильную сотку открутил. Ну, открутил я тысячу. Но сотка чуть ниже 16 секунд у меня получалась. Что чуть хуже, чем на топовых моделях. То есть собирать на кубики можно хорошо, можно быстро. С другой стороны, если вы поставим зрителям моего канала, то помните вот этот кубик. Это Чеменг. Чеменг 3х3. У него был еще не магнитный брат. И в видео про Чеменг я предполагал, что МС 3х3 будет чем-то похож. На деле это два разных куба. По крайней мере вращаются они совершенно по-разному. Да, это, конечно, оба кубика 3х3. Со схожей расцветкой. Но здесь пластик матовый, здесь пластик глянцевый. Размеры у них одинаковые, по крайней мере на вид. И если понятно было, для чего нужен Чеменг, то есть магнитный варьер. Многие любят матовый пластик. И вот это как раз отвечало потребности матового кубика с магнитами. Которого не было у компании Чи. И мог предложить только Ган. Ну вот у Шинг Шоу еще Мистер М был там с фактурной поверхностью. Здесь же обычный глянцевый кубик. Популярный, да. Мне больше нравится глянец. Но зачем он нужен? Ну он нужен для того, чтобы выпустить бюджетную магнитную серию, которая составит конкуренцию, пока что лучшей, на мой взгляд, серии от YJ. Юлонг, Юсул, Ючанг. Вот эти все. И там пирамидка в том числе была. То есть это прямые конкуренты. Не так давно в своем видео я уже говорил, что компания Мою совершенно зря не выпускает магнитную версию милонгов. Она на этом много теряет. И, как ни удивительно, компания сделала магнитную версию всех милонгов с 2х2 по 5х5. И я их уже заказал. Они ко мне едут. Соответственно, обозревать будем. Изначально по вращению этот кубик мне совершенно не понравился. Он был слишком легким и мне показалось, что здесь достаточно слабые магниты. Поэтому я был вынужден сюда заливать достаточное количество густой смазки. Я использовал ган и немножко корректировал это при помощи мару. Ну и результат получился более-менее приличный. В итоге, открутив уже больше тысячи сборок, кубик вполне себе годный. Но язык не поворачивается. Назвать его лучше, чем тот же Юлонг. Мой любимый Юлонг. Я напомню, что топ-3 моих любимых кубиков, наиболее интересных, на данный момент, это Тандр В3М, Юлонг, В2М и Ган Икс С, которых где-то у меня там лежит, доставать не стал. Две бюджетки и один топовый куб. Так вот, после того, как я поворачивал и протестировал этот куб, эта тройка не поменялась. То есть этот кубик не станет лучше, чем Юлонг и Тандр В3М. Эти кубики отвечают всем потребностям современного общества бюджетных магнитных кубиков. Один более резкий, другой более плавный, чуть помягче, чуть порезче, на любой вкус. Я вот с собой беру Юлонг. Да, у меня в машине, в мешочке, когда куда-нибудь уезжаю. Завтра на денек поеду с детьми отдыхать, я с собой возьму именно Юлонг, чтобы крутить, в случае, если у меня будет на это время. И даже сиамский двойной куб у меня сделан именно из Юлонгов. Я мог себе позволить сделать из стандарт-клапов, из чего угодно, но мне захотелось Юлонгов. Они недорогие, они отличные, и на них хорошо собирать. Так вот, этот кубик МС-3х3 на самом деле хороший. Пусть магниты слабоваты, пусть он легковат и шумноват, но он не лучше моих фаворитов. Совершенно. Повращаем еще, чтобы послушали звук. Напомню, он мне почему-то, ну, спустя сборок 700-800, кубик МЧС-2. Вот этот. По вращению прям чем-то очень сильно похож. Такой же пустоватый звук, легковатый куб. По крайней мере, в той настройке, что вот у меня была. Вот там все менялось. Ну, прям сильно похож. Такой же вот слегка вялый кубик, как и этот. Будет ли плохо, если вы приобретете этот куб? Да нет, вы останетесь довольны, особенно если это ваш первый кубик. Но этот куб, он стоит чуть дороже Юлонга и чуть дешевле Тандерклапа. Лучше ли он Юлонга? Нет, конечно. Совершенно нет. Это вполне такой проходной кубик. Бюджетный. И как бы этим потребностям он отвечает. Назвать серию МС лучшей я не могу. Пока не могу. Хотя здесь неплохая трешка, хорошая двушка. На первый взгляд неплохая пирамидка. И так себе четверка и пятерка. Пока так себе. Я им даю шанс. На пирамидке тысячу точно откручу. А на этих 50-100 сборок, я не знаю. Первые впечатления крайне слабые. То есть, ну, не то. Тот же ЮСУ от YJ лучше. Пока. Это все первые впечатления. Отдельно, позже, все потестируем. Давайте теперь сравним еще внутреннее строение с Чименгом. И будем делать какие-то выводы. Вот наш Чименг. Разница у них в логотипах только в том, что у Чименга еще подписано Чи и Куб. И буковка М покрупнее. Слева Чименг. Справа МС. Мы видим, что это абсолютно разные ребра. То есть, совершенно другое строение. Совершенно не одинаково. Ну, понятно, общие тенденции есть. Но это разные кубики. А не как я предполагал, что это может быть одно и то же. Ну, на углах это еще больше заметно. Этот МС, этот Чименг. У МС ножка вот такая вот длинная, беленькая. И ножка сделана из отдельного цвета. А здесь из основных цветов угла. Вот такое вот строение. Даже если мы заглянем слегка внутрь, если вам видно, то у МС крестовина вот такая вот усиленная, а у Чименга более-менее стандартная. Отчего делается вывод, что все-таки МС задумывался как более-менее профессиональный куб по цене бюджетки. А Чименг все-таки был, наверное, бюджетной моделью из матового пластика. Хотя я могу ошибаться, возможно, планы были другие. Разбирается кубик достаточно тяжело. За тысячу сборок ни разу не попнул. Уголок флипнуть просто невозможно. То есть даже если мы возьмем Даян, это сделать можно. Да, с трудом, но можно. Барабанная система магнитов. Здесь только если ломать. Ну вот, по крайней мере, у меня сил не хватает. Клок выскальзывает из рук, провернуть я его не могу. Ну, резко углов. В моей затяжке получается чуть меньше 45. Не знаю, где она такая нужна. Ну, 45 тоже резко что-то. В общем, это стабильный кубик. Магнитный. Для меня магниты чуть-чуть слабоваты. Возможно, стоило как-то поэкспериментировать. Он достаточно сильно затянут у меня. Но мне почему-то не захотелось. Мне показалось, что он и так расхлябан. То есть, слабо контролируем, чтобы его еще и растягивать. Поэтому я ставил так. В принципе, открутил вполне рабочую тысячу. Неплохо. Без рекордов. Но что поделать. Из недостатков сразу скажу, что вот здесь вот на бело-зеленом уголке есть вот такая вот щелка. Она еле заметна. Но вот если ее пытаться защелкнуть, она не закрывается. Возможно, мелкий брак. Возможно, только мне так повезло. Логотипчик наклеен слегка криво. И вот после длительного использования видно уже вот этот пыльный контур. Что она всекость-накость. Ну, а так, вполне рабочий куб. Рекомендую ли я покупать этот кубик? Если он у вас будет первый, и он вам выгоднее, чем остальные, то да, можете приобрести. Если у вас есть что-то типа E-Longa или Thunderclap EV3M, то смысла нет, он не лучше. Но если только они вас по каким-то причинам не устраивают, то можете попробовать. Он неплохой, но неинтересный. Если тот же Чеменг, он отвечал какой-то цели, какой-то потребности в матовом пластике с магнитами, то здесь это вполне заурядный кубик, не особо интересный. Да, сделали доступную серию магнитных головоломок. Молодцы. Пирамидка хорошая, двушка хорошая. Но какой-то изюминки здесь не хватает. А с другой стороны, как мы можем требовать какого-то изюма от дешевых головоломок. Ну и, кстати, к вопросу о цене. Мы прекрасно знаем, что стоимость головоломки рассчитывается с самой головоломки и массой головоломки вместе с упаковкой. Соответственно, чем тяжелее упаковка, тем дороже будет головоломка. Ну, по крайней мере, такая тенденция есть. Возможно, каким-то образом все это будут пытаться удешевлять, но от массы головоломки зависит стоимость этой головоломки. Если где-то вы в Китае покупаете головоломку, у которой доставка не включена в стоимость, то вы можете это легко отследить. Там примерно каждые 100 грамм будут стоить 100 рублей доставки. Но это очень приблизительно, в определенных пределах. Но смысл такой. То есть, чем тяжелее бокс, тем дороже головоломка. Соответственно, то, что делает Мою своими элонгами, то, что делает YJ, упрощая упаковку, то реально удешевляет головоломку. Это не значит, что они лучше или хуже, просто будут чуть дороже, чуть дешевле. А так, неплохой кубик, но не очень интересный. Тысячу я на нем открутил, и он вполне заслуженно отправляется на полочку. Конечно, я его достану еще, когда буду снимать видео про остальную серию, но крутить на нем активно я уже точно не буду. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok